Я вот и вслушала вас тоже, честно говоря, ну такая, в смысле МДС-35 у нас, какой год сейчас на дворе? А как вы себе представляете, как зэки будут на детской площадке играть? А на МДС-чем? Типа качели там у вас? Что-то я не понимаю. Есть такая поговорка, да? Какое ты зэ, результат хэзэ. Да, они прям агрессивно пошли в монополию, я бы сказала. Мы теперь сравнялись, мы все вне закона. У меня есть проект «Перезагрузка для сметчиков», когда я приглашаю очно встречаться и в январе планирую еще одну перезагрузку. Это было очень яркое событие. Следите, будет анонс, предположительно, это будет круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранда». И мотайте себе на ус, а кто-нибудь, может быть, на бровки. Все, что мы сказали, это магия сметчики не о сметах. Добрый день, наши уважаемые слушатели, объемы щитаки, сметоделы, как говорит наш Рома. Приветствуем вас на очередном выпуске нашего подкаста «Сметчики не о сметах». И сегодня у нас очень неожиданный, а может быть, и наоборот, ожидаемый гость. Это автор «Альманаха инженеров сметчиков» Татьяна Афанасьева. Она у нас потомственный сметчик, специалист высшей категории в области сынообразования по версии «Союза инженеров сметчиков». А эта организация все еще у нас в почете в нашей области. У нее профессиональный опыт больше 20 лет, и она работала на всех иерархиях строительного процесса у нас, начиная со службы подрядчика, заканчивая службой заказчика, проектированием и строительно-технической экспертизой. Она также основала сметный центр. У нее есть опыт предпринимательский, что для наших слушателей тоже очень интересно. И вообще организатор авторских выездных мероприятий, семинаров для сметчиков. А главное, она может считаться автором статей и сказок по сынообразованию в строительстве. Я думаю, те, кто считали «Альманах», они знают, о чем идет речь. У нее была в печати одна из сказок по сынообразованию в строительстве. Приветствуем, Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень рада. И спасибо, что пригласили. Я в предвкушении интересной беседы. А беседовать сегодня будем? Хоть мы как бы везде пишем, что мы не имеем сценария, у нас какие-то там заготовленных каких-то там реплик, вопросов и так далее. Но мы решили, что если оговорим сразу, заранее какую-то тему, ну, с автором, да, чтобы он успел как-то подготовиться, чтобы он немножко расслабился, выдохнул. И вот мы тему это оговариваем заранее. И сейчас это настоящий экспромт, то есть все вопросы выдуманы. Ну, в общем, все выдумано, кроме ответа. Итак, мы заранее поговорили с Татьяной и решили, что одна из самых сейчас важных и животрепещущих тем, это пересчеты сметы в связи с февральскими событиями прошлогодними и также с санкциями, которые, ну, на нашу страну обрушились. И вот я говорю по телефону с Татьяной, когда она это говорила, рассказывала об этом, я себя поймал на мысль, что то же самое я с этим сталкиваюсь. И мы сейчас, возможно, расскажем, как выходить из этой ситуации вот нашим коллегам, кто с этим столкнется. Ну, или, по крайней мере, ну, не скажем и не подскажем, ну, какую-то мысль закинем в вашу смертную топку, чтобы вы подумали и сами приняли какое-то решение для выхода из этой ситуации. Как я очень сильно закрутил. Татьяна, ну что, вы скажите, насколько часто сейчас или там, постоянно, вы связаны с пересчетом, вот, в общем процентном соотношении от всех ваших дел. Да, мы на 120% в пересчете, и я даже еще не получив ни одного объекта на пересчет, в начале этого года так и сказала, что подождите, что все рвутся в этот ресурсный индексный метод, у нас с вами вот те объекты, которые последние два года мы все разрабатывали, защищали, они сейчас, скорее всего, уйдут на пересчеты, которые еще, по которым еще не успели заключить контракты, да, которые вот проектировались, 21-22 год, и вот я как в воду глядела, как-то почувствовала это, и это правда. У нас два объекта на пересчете, очень интересно, и сейчас еще третий объект, которого просто мы уже в три раза дороже цены сказали, в надежде, что люди от нас отстанут, но они не хотят отставать, потому что это очень важно, особенно пересчеты крупных строек, таких масштабных, с которыми, ну, просто нет ресурсов сделать, там же при пересчете надо гораздо больше документов и действий сделать, чем просто составить смету, и вот вижу на том уровне, на каких проектах мы работаем, просто огромная нехватка ресурсов, и даже у проектных институтов нет таких ресурсов, чтобы сделать хороший, качественный пересчет сметной стоимости, и поэтому это действительно очень важная тема, там очень много нюансов, Ну, наверное, когда я пройду экспертизу, можно будет отдельную методичку выпускать. А сколько уже кейсов есть, которые вот в пересчете, или уже в процессе? Финальных кейсов пока нет, да, пересчета у вас? Финальных кейсов у нас был в прошлом году небольшой кейс, как раз на таком региональном масштабе в нашей области, я там, ну, через, скажем так, меня был оформлен договор, и я в какой-то степени участвовала, и как раз я посмотрела, как это делается, да, я узнала, что нужно делать исключаемые сметы, добавляемые, как выглядит сводник, как-то вот это вот я прониклась, поняла? И в этом году, когда мы получили, мы сначала прям расписали, сколько нужно действий будет сделать, да, что с чем сопоставить, и у нас сейчас два интересных очень объекта, казалось бы, везде пересчет, но он такой разный, оба объекта строятся уже, везде уже заключены договоры генподряда, но по одному была разработана рабочая документация, по-другому не была разработана рабочая документация. И в первом случае, например, мы сначала сопоставляли проектную документацию, которая прошла экспертизу, ну, вор, ведомости объемов работ, с рабочкой, которую сделали потом, и по которой начал строить генподрядчик, сказал, мне не хватит денег построить, потому что здесь, во-первых, вот материалы, и, во-вторых, там пошли корректировки. И поэтому нужно нам было понять, а что вошло в рабочку, что не вошло тогда в ПД, и что еще сейчас корректируется. И у нас там несколько итераций сопоставительных ведомостей мы делаем. Сначала мы сопоставили проектную документацию, которая, ну, то есть воры, я в части смет все время, да, говорю? А мы сопоставили ведомости объемов работ по проектной документации с рабочкой, отдали это проектировщикам, проектировщики это проанализировали и добавили нам уже новые объемы, да, какие в итоге у нас пойдут в корректировку. И мы уже на основании этих объемов делаем ведомости объемов работ согласно приложению 12 нашей методики 421, которая пойдет в экспертизу. И на основании этих ведомостей мы делаем исключаемые сметы, которые с минусом, и добавляемые сметы, которые с плюсом, в текущих уровнях цен. И, мало того, это все еще интересно, что этот объект пойдет не по классическому экспертизу, а по сопровождению. Интересный такой штуки, интересный опыт. То есть полностью положительное изучение тоже будет получено в рамках эксперта на сопровождение. У меня тоже не было еще такого улопа. Это будет для меня новое. А второй объект? Да, да. Экспертное сопровождение, эту ремарочку хочу для слушателей тоже сделать. Может, кто-нибудь не сталкивался, это редкая услуга. Она именно создана госэкспертизой и частными экспертизами для того, чтобы сопровождать именно быстро меняющийся гибкий проект. У меня просто был опыт тоже на прошлых проектах. То, что проект был настолько гибкий, именно технология менялась на стадии РД, что проще взять экспертное сопровождение и постоянно обновлять свое заключение в рамках этой услуги. И это очень удобно на самом деле. И это не надо воспринимать, как очень много прохождения экспертиз и вкладывание денег в ту же экспертизу. Ну, это так, ремарочка. Да, второй кейс, Татьяна, продолжайте. Ну, сейчас добавлю еще пару экспертное сопровождение, пару слов. Я раньше воспринимала экспертное сопровождение, и многие его воспринимают, что это вроде как советоваться с экспертами, а как можно это сделать. На самом деле, вот сейчас это вообще другой смысл, и по-другому все проходит. И там заключается, да, на определенный срок, и у нас заходят периодически проекты, ну, части проекта, и сейчас там фасадчики зашли, фасады защищают, потом слаботочники пойдут, а потом пойдем уже мы там полностью комплект с методокументацией. И тоже для меня это будет новый опыт, у меня еще такого опыта не было. Второй объект, там не было рабочей документации, он тоже строится. Там просто корректировка и классическая экспертиза. Но и там, и там интересно вопрос с доставкой материалов. Первый объект, он там разные ценовые зоны, огромные расстояния между городами, и тоже это много интересного узнаю для себя. И, а второй, там тоже такая сейсмичность, горные эти местности тоже интересные. Там классическая гороскопертиза, вот они параллельно идут, эти объекты, и мы получаем там опыт. Третий объект, который нам хотят дать, еще интереснее. Бывают, сами знаете, что бывают такие, скажем там, объекты, которые на контроле, и по которым нужно дать бегом. Ну и, соответственно, времени делать документацию у людей нет. И порой там в экспертизу, ну что ж у нас тут, разговор между своими, заходят объекты, у которых просто перебиты шапки. И вот такой же объект, как раз очень крупный, с перебитыми шапками был сделан, потому что зачем-то надо, видимо, было положительное заключение. А теперь его нормально запроектировали. Но поскольку положительное заключение было, вообще там, по сути, смета с другого объекта, а нужно делать корректировку. Это будет как корректировка. И как нам оформлять представительные ведомости, да, либо... Можно ли договориться с экспертизой, аннулировать те сметы нельзя, тоже интересно, посмотрим, что из этого получится. И это важнее. И она сейчас, ну, прям очень много где. То есть если вот у меня у одной три объекта за год, а что говорить о всероссийском масштабе? Ну я, кстати, хочу сейчас так сделать такую ставку маленькую, насчет того, что перебиваем шапки, даем проект, потом-то все дорабатываем. У меня был как-то объект, ну, целая серия из объекта, связанная с тюрьмами, там, изоляторами, и так далее, и тому подобное. Ну и, значит, проектировщик не успевал доделать нормальный проект. И он говорит, слушай, Роман, нам надо заходить уже все на экспертизу. Там по-любому будет миллион вопросов к нашей именно, там, графической части, нам вообще к проекту. Ну, смета должна быть, мы должны зайти с ценой. Значит, тут есть верхняя, ну, максимальная цена, которую дали, значит, подгони, пожалуйста, любую свою смету под это дело, давай мы загрузим, и так далее, и подобное. Я говорю, ну, хорошо, ну, я беру там, не помню, какую-то там, то ли школу, и все загружаю. Перевью шапки, и просто туда все-все-все-все загрузил. Значит... Ну, да, за липуху, да, чтобы просто загрузить. И я не забуду, когда мне звонит эксперт из экспертизы, и она говорит, Роман, вы знаете, скажите мне, пожалуйста, а как вы себе представляете, как зэки будут на детской площадке играть? Она им зачем? Ну, типа, качели там у вас, да, то... Мы стараемся такое вычищать, вычищаем логически лишнее. Ну, понятно, нет, но, как бы, тут есть такая поговорка, да, какое ТЗ, результат ХЗ. Собственно, мне сказали, что нужно было быстро за день сделать, и я уже какой-то монолизировать, что там еще, мы просто взяли, подогнали, быстро все сделали и закинули. И проектировщик должен был предупредить эксперта, что, ну, как бы, мы сунули липу для того, чтобы просто загрузиться, чтобы начали проверять проект. А смету мы доделываем в процессе. Ну, никто, если это никто не сказал, но я не забуду, когда она говорит, я чуть не понял, как зэки у вас там будут развлекаться на этой площадке, их там будет выпускать. Ну, в общем, вот такая, да, пред... Ну, такая, не предыдущая история, просто история, которая на моем личном опыте. Но я и сразу хочу продолжить. Ну, когда с Татьяной беседовали по телефону и делились своими переживаниями на тему пересчетов, она упомянула, что в сопоставительной ведомости, а я напомню, в сопоставительной ведомости это такая вот ведомость, которую необходимо заполнять каждому сметчику, либо, ну, там, при повторной экспертизе в случае, если есть какие-то изменения в сметной документации, связанные с объемами, там, с видами работы и так далее. То есть он согласно всех нормативно-правовых актов и так далее. И вот в этой сопоставительной ведомости мне Татьяна сказала, что они прямо подробно писали, то вот там позиция, условно, один была такая-то, сейчас она стала вот такой-то, разница там, в объеме или в количестве такая-то, в связи с чем? Ну, и прописывали, там отдельно есть столбец, где прописано в связи с чем-то. И я говорю, вы что, каждую графу? Она говорит, да, каждую графу. Так, Татьяна, было? Правильно? Я же правильно вас понял? Именно вот мы об этом говорили. Да, да, все это. А я говорю, нифига себе вас экспертиза мучает, хотя нас тоже пыталось таким образом мучить, но у нас получилось через письма, через некие такие договоренности решить этот вопрос следующим образом, просто заменяя сметы. Ну, то есть, условно, была смета 0,2, 0,1, 0,1, цена у нее была вот такая, мы ее заменяем на 0,2, 0,1, 0,1, ценой такой-то. Ну, и прописывали в РФе, точнее, в столбце, с чем это связано. И это, почему я хочу на этом заакцентировать внимание, что и как делала Татьяна, так делают, ну, требуют эксперты, и так тоже можно делать, и нужно делать. И так, как делал я со своей командой, так тоже, ну, то есть, тут все, как договоришься, какой будет эксперт, и так далее. Ну, не нужно говорить, что вот, как делает Татьяна, только так правильно, и никак по-другому, или говорить, а, Татьяна, я бы хотела немножко поспорить. на эту тему. Я сейчас договорю, да, я сейчас договорю, и потом, как раз у нас будет такой живой, этот, может быть, спор. Да, ну, или как делаю я, если есть, если проходило, есть положительные заключения с такими, значит, тоже это допустимо. Вот, собственно, так. Ну, и тебе, Татьяна, скажите мне, в чем спор? Не то, что спор, мы же всегда делаем не просто так, и если заказчик нам что-то говорит, мы всегда должны знать, а где это написано, на основании чего с нас это требует, да, почему я должна, вот сидеть, мучиться, там, составлять каждую строчку, да, там, где это написано, как бы, знаете, там, иногда я тоже веду обучение, и когда я веду обучение, если прохожу, говорю, вот, кто сказал, где написано смета, почему мы все мучаемся, да, вот с этими сметами, а где это написано, где исходный-то, да, с чего все это, знаешь, и те, кто работает со сметами, ну, они, наверное, должны знать, хотя, если честно, 90% случаев люди не знают, и не знают даже там, завкафедры ценообразования в колледже в родном, где меня там приглашали, я читала курс выпускникам по работе со сметой программой, то же самое, там, где это написано, о том, что нужно вот делать так или не так, или вот действительно нам нужно изобретательный секрет, и просто исходя из каких-то врожденных талантов, ну, как у вас с Роман, да, умеете договариваться, да, и какие-то свои решения продвигать, ну, это, наверное, не совсем верно, давайте смотреть, где об этом написано, у нас есть наша родная методика 421, и там у нас 557 приказом было добавлено много интересных пунктов, в том числе у нас есть, я подготовилась, я даже распечатала себе выдержку, 188 пункт, что при внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость с учетом произведенных изменений, ну, это понятно, да, по решению заказчика, дополнительно может быть разработан отдельный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений, и написано, что локальные сметные расчеты разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работы, то есть мы не можем вместо сметы 020101 сделать 020101 new, мы должны сделать к этой смете согласно вот этого пункта смету 020101 с исключаемыми позициями и 020101 с добавляемыми позициями, это две сметы, и в своднике, опять же, тут написано, что вот должен быть единый сводник, где должны отображены все три суммы, идет сначала утверждаемая сумма по смете, исходной, потом исключаемая, потом добавляемая, вот на 188 пункт, и плюс у нас есть 12-13 приложение, к нашей методике последней, если открыть, то это как раз вот, мы, наверное, пошли по 13-м приложению, это изменение сметной стоимости, ведомость изменения сметной стоимости, где у вас была одна сметная стоимость, стала другая, и там общие причины, почему это случилось, да, а приложение 12, если мы откроем, то там как раз идет вот эта построчная ведомость изменения объемов работы, без нее экспертиз сейчас не примет, тем более, вы знаете, на огромном проекте, на большом, мы не можем просто так вот, в общих чертах что-то прикинуть, да, там идет конкретика, что меняется, какая позиция меняется, на что она меняется, было 10 унитазов, стало 11 унитазов, да, рядом напиши, какой это пункт был в смете, ссылку на проект, где эти 11 унитазов появились, и, ну, и так далее, в том же духе, вот моя такая позиция, обоснованная нормативными документами. Татьяна, вы знаете, я абсолютно скажу, что это вот стопроцентная правда, и, ну, как бы это не просто с ваших слов, а аргументирована нашей методикой, но я всегда как бы опираясь не только на методики, а еще на человеческие, ну, всякие моменты, а моменты связаны с тем, что, во-первых, эксперты не всегда, вот это парадокс, эксперты не всегда трактуют так, ну, как понимают кто-то, то есть они понимают это по-своему, это первый момент. Второй момент, эксперт из-за большой загруженности работы всегда ищет пути наименьшего сопротивления, соответственно, если потом проверять каждую позицию, то она придумает способы, как эти, сократить свою работу, ну, чтобы меньше это было. Это вот, это тоже я с этим сталкивался, поэтому уверен, что эксперты сами придумают как-то подводку и обоснование того, что мы делаем не подстрочно, а делаем, как-нибудь такой таблицей, а такое было у меня, то есть вместо построчек мы сделали просто таблицу и все, на этом согласовали. А еще... А у вас какая экспертиза тогда была? Региональная или главгосэкспертиза? это была Краснодарская экспертиза, это была главгосэкспертиза, ну, которая в Москве, как она правильно называется, ну, короче, главгосэкспертиза. Вот это было две экспертизы, где этих загружали. Причем самое интересное, что как раз связано с этими тюрьмами, вот одна была, то есть мы сначала там ахинею написали в плане вот этих вот там ПЗУ и все остальное, потому что мы получили отрицательное заключение из-за проекта, потом заходили опять заново с проектом, со всем остальным и делали эти ведомости и так далее. Это вот, кстати, один из этих объектов, я его ранее привел, как бы, пример, да, чтобы вот было так. Но еще, что я хотел подметить в работе... Можно прямо этот комментарий немножко про эксперта добавлю, но вот не знаю, как у вас, вот у нас региональная экспертиза, там ведомости объемов работ смотрит эксперт-сметчик, а в главгосэкспертизе там ведомости объемов работ не смотрит эксперт-сметчик, а эти ведомости объемов работ защищают проектировщики у каждой, у своего эксперта по направлению. Стоимость, ведомость вот изменения объемов работ по КР будет защищать проектировщик КР у своего эксперта, а эксперт-сметчик уже в эту ведомость не полезет, будет проверять смету по этой ведомости. Ну, Игорь, на самом деле из-за специфики экспертиз бывают разные, ну, выкрутасы. Ну, выкрутасы какого? Допустим, вот в этой гейской экспертизе меня начали заставлять делать построчно. Прям вот, Надь, я говорю, что вы выдумываете, вот смотрите, вот положительное заключение, вот все, я отправляю, вот смотрите, это вы. А эксперт говорит, да плевать, я хотела, что вы мне там присылаете, делайте построчно. И я такой, ну, типа, а потом в осетинской экспертизе, она мне говорит, типа, вы что хотите, какие ведомости, что? Типа, Роман, не морочьте голос, давайте так, я говорю, так же написано в методике все, она, не морочьте голос, давайте. И то есть, мы вообще сдали без каких-либо ведомостей. А я же говорю, ну, у вас же там загружают же, в Минстрою, там же будут у вас там проверять, в ГОС, она, да, будут все, будут. Ага, 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 ага. И говорю, то есть, это настолько, ну, надо, конечно, готовиться к худшему, желательно всегда, а лучше всего созвониться с экспертом и все это дело обговорить. И столько вариантов, масса. И вот разное прочтение методики, как вот, ну, прочитание, не прочтение, а понимание, это, я с этим сталкиваюсь постоянно. И последняя фишка, я всегда замечаю такой еще парадокс, что я составил смету, отдал ее в экспертизу, они проверили мою смету и вынесли замечание к моим некоторым позициям. И они пишут эту позицию заменить на такую, потому что она наиболее там подходящая. Я все это делаю, получая положительное заключение к своей смете. В следующий раз я знаю, что я пойду в эту же экспертизу, скорее всего попадет моя смета в этот же отдел. Ну вот, я готовлю свою смету, вот можно сказать по шаблону, тому же, как я сделал предыдущий. Ну то есть у меня были такие же виды работ, все остальное. Я применяю те позиции, которые были замечания, я их поменял. Ну то есть те, которые получили положительное заключение. И через время я получаю замечания к этим же позициям и говорят применить значит вот эти позиции, ну скажем так, взять по-другому и предлагают по моему первому варианту, когда я ну подавал в первый раз в экспертизу. Типа как наиболее подходящие. И я удивляюсь, смотрю эксперта, эксперта другой. А я знаю, что они сидят за средними столами, ну в кабинет. Ну вот. Я, ну, конечно, прихожу, звонил сначала, говорю, так и так, она приходи. Я прихожу, говорю, ну вот смотрите, в предыдущий раз, все. Они за столом между друг другом. Ну типа, а что ты так сказала ему? Ну вот это-то. И они там начинают друг друга мериться с метными умениями, там, с метными всеми. И потом такая, нет, все-таки я настаиваю вот так. Делай, как я сказала. Потому что вот ссылка на то, ссылка на это, технологическая там карта такая-такая-то, вот так. Ну я беру и делаю уже, ну, по старинке. И то есть, и я столкнулся с этим не только в своей, а еще в других экспертизах. Поэтому я всегда отношусь к трактованию, ну, больше не с точки зрения, как бы юридической, а с точки зрения понимания того человека, который, ну, принимает у меня сметы. Но я не скажу, что это правильно. Но так, увы, так работает. Ну то есть, как-то я прохожу, получаю положительные заключения и даже объекты строятся, ну, те, которые я сделал. Поэтому вот, собственно, как бы вот такие дела. Они говорят, что дай спецификацию и получишь три разные сметы. И дай эту смету трем экспертам и получишь три разных замечания. Это хорошо еще, что у вас одну смету проверял один эксперт, а эту, ну, похожую смету, другой. Но это хотя бы в рамках там одной сметы был один эксперт. У нас в прошлом году был очень крупный объект, мы делали его полгода, и за две недели чуть ли до положительного заключения эксперт наш уходят в отпуск. А у главгосэкспертизы, у них же есть такая практика, что они могут отдавать объекты в региональные представительства, да, которые менее загружены. И вот наш эксперт в Москве уходит в отпуск, и наш объект за две недели до положительного отдают в Казань. А в Казани вообще-то, ну, вот прям светлейшие умы, вижу, мы работаем, и эксперт нам вообще такую фишку выдал, что он оставил наш в конъюнктурном анализе все КП, там у нас, допустим, в ценах первого квартала была разработана сметная документация, защищали мы ее там в августе, да, там финале, и постоянно же КПшки менялись, еще что-то. И он говорит, не, не, не пойдет, у вас должны быть все цены в конъюнктуре в ценах первого квартала. И он придумал и впервые с этим сталкивалась и как-то убедило руководство, чтобы мы применяли кусочки индекса дефлятора, там, три четвертых, одна вторая, к ценам конъюнктурного анализа, и таким образом мы приводили их к ценам первого квартала. Я с таким творчеством вообще впервые столкнулась, и он это убедил руководство, вот такой эксперт, и мы это сделали. Причем это было очень крупный объект, и заказчик там был крупный, ППК-еденный заказчик, и нам пришлось это делать вот так вот. Поэтому все эксперты, да, они такие люди, тот, как и мы, сметчики творческие, и по-разному видят и читают документы. Да, 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 вот как раз и ваши слова подтверждают, почему мои варианты проходят. Да, и мне бы хотелось услышать еще по корректировкам мнения iGood, и еще, чтобы проговорить, взять, наверное, какой-то, вот нам с вами, вот для тех людей, которые будут слушать этот выпуск, все-таки конкретно, да, они увидели, что эта тема интересная, что можно так, можно так, нужно, там, обязательно, естественно, знать нормативную документацию, как и что, но при этом могут быть варианты, да, то есть, и каждый случай, он индивидуальный, каждый, там, проект, он уникальный, и конкретно разобрать, например, нам какую-то смету, варианты, как мы ее можем сделать, например, по электрике, ну, смотрите, вот у нас есть электрика, электрика точно меняется сейчас, у нас в ней, там есть шкафы, да, провода, какие-то светильники, розетки, выключатели, ну, какие-то коробки, и, допустим, у нас точно меняются сейчас шкафы, всегда в электрике, потому что оборудование меняется, поставщики ушли, а, допустим, и кабели, у нас менялись кабели и шкафы, ситы, шкафы, а вот светильники, выключатели, розетки, все это остается в том же количестве, мало того, объект уже строится, светильники уже куплены, и поставлены по определенной цене, вот у нас корректировка, то есть, соответственно, я как читаю, я как делаю, да, то есть, я делаю классический минус, плюс, я сделаю смету на минус, минусую вот эти кабели старые, и старые щиты, тех ценных, которых смета проходила экспертиза, и те розетки, выключатели, я их вообще не трогаю, соответственно, и новую смету делаю на новые щиты, и на новые кабели, соответственно, с оформлением ведомости, соответственно, как бы сделали вы, исходя из вашего опыта, если вы говорите, что вы одну смету только пересчитывали, да, значит, как делаю я, иду по пути на меньшего сопротивления, да, чтобы все знали, и знали, что можно так, можно и это, чтобы совесть мячка была спокойна, да, да, вот как дел поступаю я, значит, я беру, значит, делаю, ну, ведомость, скачиваю, и пишу, значит, вариант, который был, там, ну, давайте так, условно, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, локальная смета такая-то, ну, или, ну, пусть будет электрик, пусть это будет, если электрика внутренняя, скажем, 0,7, 0,1, 0,1, ну, так назовем это, да, 0,7, 0,1, 0,1, значит, цена была вот такая-то, потом я делаю следующий столбец, пишу смета 0,7, 0,1, 0,1, пишу, ну, какая стоимость сейчас, потом в столбце показываю разницу, минус или плюс, там дальше столбцы есть, да, показываю разницу, то есть минус или плюс, а потом в последнем столбце пишу, локальная смета заменена в связи с, либо корректировками проектной документации, ну, изменения такие-таки-то, такие-то, либо более ширина в связи с тем, что, ну, там, значит, данные поставщики ушли из Российской Федерации, их больше нет, нету поставок и так далее, и тому подобное. А иногда пишу целый, ну, прям, ну, прям, огромный. Инженерную записку. Да, инженерную записку, да, мало того, что проект изменился, плюс еще и вот эти вот, все-все-все изменилось, тары-пыры, пятое-десятое. И отдаю. И смотрю на реакцию. Смету саму как делаете? Смету, смету саму как делаете? Смету просто убираю, старую смету просто убираю, взамен ставлю новую. А стоимость вот того, что у вас там не изменилось, светильники, розетки, вы ее... то же самое остается, то же самое остается. А, еще я забыл указать. Парую, то есть вы ставите, по крайней мере, на анализу, допустим, да? Ну, примерно так, но я еще, бывает, пишу, правда, что позиции, ну, то есть, материалы какие-то заменились, ну, такое оборудование заменились, пишу конкретно, что заменилось, то есть, в скобочах. Вот если то, что не изменилось, вот у нас была смета еще по 35 МДС, например, в 20-м году, на электрик. Вы сейчас ее делаете в ценах, там, второму кварталу 23-го года, базис на индексы методов. Вот те позиции, которые уже там поставлены, стоят, куплены, светильники стоят, да? Ну, у вас, с кликтировкой части шкафов и проводов. Как вы, вот в эту одну смету, в ценах второго квартала 2023-го года поставите те позиции старые, которые не менялись, по новым ценам поставите их? Полностью заменяю локальную смету. Полностью заменяю. В базе же... Это новый конъюнктурный анализ, да? Ну да. Даже если они не меняются. Ну да. Ну да. Да. Ну, как бы, продолжение, да, как бы, то есть, я делаю вот так, отдаем ее на экспертизу, и там уже, вот как, допустим, у меня был в адыгейской экспертизе, в адыгейской экспертизе эксперт сказал, нет, Роман, меня такой вариант не устраивает. Делайте, пожалуйста... Вам 10 дней на новый переделок. Ну, примерно, примерно так, да, там где 10, там еще 10, если там, ну, кто-нибудь там попросит, либо поплакать, либо поумолять, либо угрожать, ну, в зависимости от, какой у тебя заказчик, и какие взаимодействия у этого заказчика с экспертизой. ну, вот, и если он сказал, тогда, конечно, да, в рамках вот его требований я переделываю вот так. Ну, а бывают такие случаи, как же опять вот, ну, не хочу никого подставить там в, в кавказских некоторых экспертизах, ну, есть такое, что просто позвонили, ну, да, начали мне рассказывать, что я сделал неправильно, а я заказчика предупреждал, то есть я ему говорю, что вот по-быстрому можно так, а по-медленному вот так, как идем, заказчик говорит, идем по-быстрому, я говорю, тогда ваша задача будет прикрывать потом эти сметы, ну, не прикрывать, а имеется в виду, как бы, экспертом доносить, а они говорят, мы донесем, кому надо, ну, вот, ну, и, соответственно, когда начинается проверка, эксперт мне говорит, я говорю, сейчас свяжутся, естественно, связываются, и потом эксперт говорит, ну, мне объяснили, что объект очень важный, очень срочный, его нужно сделать очень быстро, поэтому, вот, я смотрю туда-туда, чтобы у вас все цены были правильные, а эта таблица, да бог с ней, примерно в таком формате, ну, то есть, вот, вот так поступаю я, айгуль, а у вас, вы, ты же работаешь исключительно в коммерческой организации, как у вас вообще происходит процесс, вот, с изменениями всех этих стоимости оборудования и так далее, вы так, как у нас, в ходике или по-своему? Во-первых, я уже давно не проходила госэкспертизу, мы проходим негосударственную экспертизу, все равно это экспертизу, все равно это экспертизу, да, но, это индивидуальная история, и вот эта засада с материалами, на самом деле, я с ней знакома, и тоже какие-то подобъекты нам пришлось сильно заморачиваться и что-то переделывать, а какие-то моменты, вот, в зависимости от эксперта, к которому ты попадаешь, где-то там попроще, это момент, и к вопросу Татьяны про переделку, ну, как бы, была смета, первая версия, и версия 2, получается, если там что-то меняется, это так как это базис, у нас тоже базисный индексный метод, в базисном уровне цен, материалы, которые были, и они не заменяются, они остаются в такой же стоимости, ну, как будто, потому что, ну, как бы, у нас же есть определенный период ценообразования и той цены, которой мы заходили, ну, заходим, вообще, ну, как бы, реализация проекта шла в течение трех лет, например, у нас, как бы, есть, где-то ценообразование идет вообще по фактическим договорам, как бы, там вообще очень у нас гибкие сводники, так скажем, и мы максимально выходим на фактическую стоимость, не отталкиваясь от проекта, поэтому у нас как-то чуть-чуть по-другому специфика это нравится, вот, но корректировки были, ну, как-то, только по ценообразующим позициям, вот, так сказать. ведомостей сопоставительных у вас не было, или вы их, как бы, ну, вам тогда легко, потому что, да, потому что вот Татьяна, то, что она говорит, у нее, ну, я говорю, что может быть мне еще везло, потому что у меня все-таки были Смиты не по 35-му еще МДС, они были по 421-му созданы, и они были относительно свежие, они были после отрицательного заключения, с приходом там три месяца-полгода, с заходом в новом, и может у меня так прокатывало, но просто у Татьяны, у нее именно сама боль заключается в том, Смита в МДС 35-м, ее нужно было пересчитывать на текущие все эти моменты. Еще там 2017 редакция от ИЗМ 1.5. Ну да, то есть вообще даже поэтому, мы даже сейчас говорим, как мы делаем, но мы в корне друг друга, ну, не совсем понимаем, да, это в реалиях. Я вот и вслушала вас тоже, честно говоря, ну, так, в смысле МДС 35-м, у нас какой год сейчас на дворе? Просто у меня, наверное, я привыкла, что у меня быстрореализуемые проекты как-то, и мы актуально считаем и актуально заходим. В 2021 году, в 2021 году еще по 35-м, вы считали. Да, было дело. Было дело. Это старые конкурсы, я правильно понимаю, как так получилось вообще? Что-то, я не понимаю. это старые тендеры на площадках были, или как? Объект долго строится, объект долгострой, ну, то есть в рамках... Объекты строятся уже, они уже строятся, и в процессе ген-подрядчик понимает, что ему денег не хватит построить, просто понимает, что не хватит денег, и рабочка сильно изменилась, ну, вот, по первому объекту в сравнении с проектной документацией, и плюс пошли изменения вот по оборудованию. Они прошли по 13-15 удорожания вот этих ценообразующих материалов, это они проходили в ту часть, которая не меняется. Мы зашли на ту часть, которая корректируется, работаем с ней. То есть там не все там сметы меняются, но большой объем, он действительно меняется, и изменились проектные решения, и мы делаем, да, вот так. Два раза вставляем, и тут никуда не денешься. А есть же в экспертизах еще такая услуга, как уточнение проектной сметной, уточнение и подтверждение сметной стоимости, вот в этот вариант он не подходил больше в этом случае, или как? Может быть, проблема в том, что иногда неправильные услуги в госэкспертизе выбирают, или это были требования заказчика, там, условия инвестора, и так далее? Ну, просто сейчас, как будто бы у нас экспертизы, лично мое ощущение... Да, я же уже... Лично мое ощущение, что они стали очень клиентоориентированные, и если посмотрите сайты госэкспертиз и негосударственных, они там прямо, это уже такой инжиниринговый консалтинг, я бы сказала. Ну, ребят, согласитесь, или только у меня такое ощущение? Я в один момент подумала, что когда я работала в консалтинге, что госэкспертиза решила уже, конкретно быть нашими конкурентами по каким-то там услугам? Нет, ну, экспертизы, конечно, у них улучшаются. А мне, знаете, откуда, почему они такие стали? Откуда? Татьяна. Татьяна, продолжайте, я подожду, продолжайте. А, у экспертизы, у них есть классный проект, каждый год проходит, это акселератор, экспертиза будущего, а я немножко с ним знакома, и они там, все экспертизы, каждый год предлагает свои проекты по улучшению, и каждый может придумать, у них много интересных проектов по поводу, по поводу, как улучшить проверку смет, как улучшить взаимодействие, как автоматизировать какие-то процессы, и у них каждый год действительно порядка 20 проектов проходит финал, и они, мы вот видим действительно, как это в работе, а там идет очень большая работа у них внутри. но от себя как бы скажу, что, конечно, то, что было раньше, и то, что сейчас, ну, две большие разницы, ты действительно права, ты подметила, что у них вот, ну, развитие идет, как бы, когда клиент-ориентированность появляется, также они, возможно, становятся конкурентами как раз вот этими вашими, ну, вот, причем, да, причем, они являются именно, как это сказать, ну, их постоянно лоббируют, ну, то есть, государство их лоббирует, говорит, вот там, вот по такую-то зону обязательно экспертиза, а если не такая зона, то есть, всегда эти, для частников эти зоны уменьшаются, а для государства расширяется, даже, к примеру, вот у меня есть друг, руководитель частной экспертизы, и, по-моему, он мне в начале этого года звонил, говорит, Роман, а ты знаешь, что у нас запретили делать проверку, ну, достоверенность сметной стоимости, я говорю, в смысле, в смысле запретили, он говорит, у нас убрали из нашего блока, мы теперь не можем ее подгружать, то есть, мы можем подгружать проект, а смета, как бы, ну, уже все, я говорю, это как? Ну, вот так, они, правда, нашли хитрость, они стали ее подгружать вместе с проектом, ну, как бы, да, в составе, но это не то, то есть, тоже не та экспертиза, которую, как бы, у нее было раньше, соответственно, получается, все цены, все цены, забрала себе, ну, не проверку стоимости, забрала себе государство экспертиза, полностью, везде. Да, да, они, прям, агрессивно, пошли в монополию, я бы сказала, причем, это не очень справедливо, потому что им не надо работать над личным брендом, ну, то есть, над брендом этой компании и аккредитацией, так скажем, ну, потому что само название уже госэкспертиза подразумевает большой уровень лояльности и доверия, следовательно, если стоит у, ну, у заказчика перед инвестором защитить какую-то стоимость и какую-то такую услугу или независимую экспертизу провести, он пойдет в госэкспертизу, а не, ну, ту же компанию, которая, например, 20 лет на рынке и зарекомендовалась даже большими профессионалами. Вот это, как бы, ну, это моя боль, да, когда, когда я когда-то там, да, я тебе скажу, я тебе скажу, что еще у меня, ну, немножко это напрягает, это даже несправедливо по отношению даже к методикам. У нас же в методике написано, что у нас объекты идут на государственную экспертизу, которые, ну, спонсируется, я трактовать конкретно не буду, ну, то есть, те, которые финансируются государством на 50, более 51%, так? Ну, поправьте меня, если так, ну, вот, насколько я помню. Да, а вот есть такое понятие, как субсидирование, субсидирование, оно бывает меньше 51%, бывает 25-30%, и вот у меня, ребята, которые занимаются, яблоками, яблочные сады, и так далее, у них субсидирование, оно там разного, ну, форматов, ну, процентов. Раньше они могли пойти в частную экспертизу, и у них проект подтверждали, и все, они отдавали, ну, в работу, получали субсидию, а сейчас им нужно пройти государственную экспертизу, а чтобы им пройти государственную экспертизу, нужно подготовить полный перечень, ну, разделов проекта, которые для частной экспертизы, они не имели, ну, никакого, то есть, а их если делали, то просто для формальности, ну, что оно есть, потому что оно ни на что не влияло, а для экспертизы это влияет. А еще и доту с сырой оформить. Ну, и да, и куча, ну, то есть, куча-куча всего, и я считаю, что, ну, вот именно вот, то, что убрали из частных, вот эти моменты, ну, я считаю, несправедливо. Так зачем надо писать, было 51% в методике? Напишите тогда, неважно, что, любые деньги государства, должны проходить через государственный экспертизу, вот и все. Да. Странно, странно, странно. Да, и сейчас есть такие обращения, я, наверное, у Татьяны тоже есть, а можете провести экспертизу на шестметы, ну, то есть, просто в таком получастном порядке, ну, как, типа, бюро какие-то, я говорю, да я-то могу, но у меня... Это мои самые любимые лицензии. Ну, да, 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 но я говорю, у меня нет ни лицензии, у меня нет ничего, как, я не знаю, а они говорят, все равно, какая разница, в государственной экспертизе, в частной экспертизе, тоже уже никаких лицензий под это дело нету. Я говорю, а, ну, то есть, мы теперь сравнялись, мы все вне закона. Да, да, да. Ну, да, еще хотела добавить, что государственная экспертиза сейчас еще выполняет функции негосударственной экспертизы, например, у нас, если зайти на нашу региональную экспертизу, у них есть раздел негосударственной экспертизы, который делают те же эксперты, и они предоставляют эти услуги. Да, 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 согласна, я тоже была ошарашена, когда открыла сайт одной из, тоже региональных экспертиз. Для меня это сейчас открытие, вы меня прямо, это, огорошили, ошарашили. Я же говорю, Рома, полный, рыночный, как бы там, как бы вот, продажи идут, я тебе сайт для интереса скину, той же одной экспертизой, ты удивишься сильно. Какой только услуги нет там сейчас, в принципе. Мать честная, мать честная. Ну, знаете, я хочу сказать все равно, что вот, не государственная экспертиза в исполнении государства, экспертов государственной экспертизы, это порой не совсем то, это достаточно все равно формализированный процесс, да, а иногда вот какому-то инвестору, которому, ну, важно считать свои деньги, нужен именно вот такой эксперт, который на пальцах ему проверит, да, что у него в проект, что у него в сметах, что у него в актах выполненных работ, проведет нормальную проверку и скажет ему, да, вот смотри, вот тут ты деньги теряешь, вот здесь конкретно, а не вот, что это там, куча длинного текста, что соответствует, не соответствует, соответствует, не соответствует, да, ему это вообще не надо, и поэтому все равно, ну, такие, наверное, люди, опытные очень, которые могут это сопоставить, проанализировать, они все равно очень нужны, всегда будут и востребованы, но, да, им, конечно, может быть, немножко сложнее будет, здесь у вас нужна репутация, наверное, и сарафанной радио работает, какие фирмы и эксперты без работы никогда не останутся. Судя по своему опыту, могу сказать, что в инженеринге, когда я была в консалтинге, были такие клиенты, которые приходили, конкретно вот мы делали отчет вот этот конкретный по каждому контрагенту, например, у них по каждой части проекта, где какие-то работы выполнялись, и они конкретно этот отчет потом для целей претензиционной работы с этим контрагентом использовали, ну, как бы это же для этого делать, у тебя просто вот есть конкретно какое-то стороннее мнение, на основе которого кого-то можно кинуть, будем честны, кого-то можно с кем-то претензиционную работу, как бы провести какую-то, где-то что-то, ну, как бы, недостатки своего бюджета обратно вернуть, точнее, мы сначала вкладываем, 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 не считаем, потом привлекаем консалтинг, он нам делает какую-то такую аналитику, и уже мы разбираем этот бардак. Обычная история. остановить этот рост стройки, когда ему несут постоянно соглашение на увеличение. но я хотел бы еще наш разговор повернуть в такое русло, я, ну, кто уже слушает подкаст в пятый сезон, в курсе был, что мы, ну, у нас много каких изменений произошло с Айгуль, и в данном случае я как бы вернулся на работу в найме, работаю на одну очень крупную компанию, но удаленно, и вот у этой крупной компании, называть ее не буду, вот именно проблемы с уходом всех зарубежных производителей, ну, и поставщиков, особенно такого очень специфического оборудования, ну, они ярко выражены, и сейчас многие сметы, ну, либо пересчитываются, либо просто даже не пересчитываются, а реально выбрасываются в помойку и делаются все заново. То есть, в пользу того, что даже проект переделывал, делают, допустим, вот были раньше насосы всякие, энергоэффективные, там, всякие, ну, там, с прибамбасами, сейчас такого нету, используют либо китайские, либо советские аналоги, где большое там потребление, скажем, электроэнергии у них, ну, а что делать? Поэтому под них делается другая абсолютно инфраструктура, там, другие фундаменты делаются и так далее. То есть, реально смету берут и выбрасывают. И вот, что хочу сказать, дорогие коллеги, вот в этой компании, в которой я работаю, там, конечно, вот этих всех заморочек нету. Ну, то есть, как вот, допустим, мы начали разговор с Татьяной, что мы идем в госэкспертизу, и вот как у Айгуля. То есть, они, ну, нет так, нет, ну, взяли, выбросили новую смету, взяли версия 2, или там, версия 3, или версия 4. И они работают не по методике, хотя они используют программу, написано, что у них там 421 приказ, только все остальные, но это все, ну, просто написание, просто цифры. Общий порядок используется, но вот эти все остальные нет. Поэтому, что я хотел, дорогие коллеги, вам сказать, что из нашего разговора готовить вам эти таблицы с пересчетами, не готовить. Естественно, связано это все, в какой структуре вы работаете, в какой сфере вы работаете, это первое. То есть не думать, надо думать, что вот, а, все тебе, мы все делаем. Вот мы это не делаем, мы так пересчитываем. Хотя, я знаю, что у нас частично есть субсидирование даже. Ну, видимо, контора такая крупная и так доверяет, что отдают на лодку любые. Но, проблемы с пересчетом, вы по-любому, ну, если вы с ними еще не связались сейчас, то по-любому свяжетесь. Потому что это просто вал идет. И причем, чем дальше, тем больше. Потому что кто-то там из этих поставщиков еще держался, 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 а потом бац и вот отлетел. Все, он больше не работает там с Россией. Или он, допустим, сейчас работает с Россией, но только по старым договорам, по новым он ничего не дает. Поэтому, дорогие коллеги, обязательно это с вами случится. Молитесь, чтобы это у вас было не экспертиза. Да, если это будет экспертиза, ну, тогда обращайтесь к Татьяне, ко мне не обращайтесь. Потому что, потому что я буду, если делать, то да по пути и до меньшего сопротивления. Либо можно еще там к Оресе Яркиной, возможно, надо будет делать. Но это сейчас проблема. Это реально. Почему даже решили сделать отдельно это для этого выпуска? Это реально проблема и боль сметчиков. Да, Татьяна, я правду тебе сказал, что это, мне кажется, еще дальше будет еще сильнее и усугубляться еще. Я согласна абсолютно. ценный для других тем, что они увидели, что как можно и не надо бояться. Вот как придет конкретный объект, надо разбираться, смотреть, да, и сравнить, прикидывать, какие варианты. Ну, и всегда нужно смотреть, какая задача стоит. А действительно ли там длинный срок, бюджетный финансирование надо все сделать прям идеально? Либо стоит короткий срок и задача хоть что-то как-то там помочь, облегчить боль заказчика и помочь ему оформить что-то успеть. Да. Я уверен, что, конечно же, через какое-то время все устаканится, потому что, опять же, когда начали... Мы еще год точно будем пересчитывать. Что-что? Еще год точно будем пересчитывать, а потом уже пойдем в наш ресурсный метод и BIM-модели. Я начинала в 2002 году с метчиком работать. Как раз был переход с базы там 1991-1974 года на 2001 год. Я попала, начинала свою трудовую деятельность в этот момент. и мы реально перешли и начали нормально работать в 2004 году. Сейчас тоже будет какой-то момент перехода, пересчетов. Я думаю, вот этот год и следующий. А потом уже все, будем так по-новому работать. Ну, я как бы на это смотрю оптимистично. Я не боюсь ни переходов ни на RIM, ни на TIM, ни на BIM, ни на чего. Я считаю, что это реально развивает нас. Ну, то есть, не дает закостенеться. Я люблю прыгать с видов объемов работ, ну, очень, с видов работ на другой вид работ, развиваться. поэтому ничего страшного. Но, главное, дорогие сметчики, вы должны понять, что нету единого верного способа. Даже, несмотря на то, что Татьяна процитировала описание из методики, но это, как говорят, есть теория, а есть практика. И вот, опять же, исходя из был у меня такой момент, я прошел обучение, может, я в каких-то других подкастах я говорил, рассказывал об этом. Я прошел обучение в одной очень крутой всероссийской компании по обучению сметному делу. Они мне показали всякие разные фишечки, всякие приказы, нормативы, все, научили пользоваться программой Градсмита по-новому, то есть, что-то такое было, новое прочтение как бы этой программы. Я туда и начал вставлять картинки в программу с этими, раньше мы подкладывали, конъюнктурного анализа еще не было такового, и мы прайс-листы могли подкладывать в виде просто картинок, да, и я прям загружал в Градсмиту эти картинки, все так сделал, красиво, все оформлял, там, тыры-пыры, пятое-десятое, там, ссылаясь на всякие разные приказы, я отправляю эту смету, сметчик эту смету проверяет и пишет, где прайсы? Я говорю, только они же закреплены в программе. А она мне говорит, молодой человек, не морожите мне голову, какие там программы, я вообще там работаю там в четвертом гранде, условно, там, я сейчас уже не помню, какая разница была, у меня этого ничего не отражается. Я такой, блин, а потом, я ссылаюсь на нормативные приказы, а она мне говорит, молодой человек, не морожите мне голову, сделайте вот так, а я такой, ну, 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 это же вот оно написано, да мало ли, что у вас там написано, у нас это принимает вот так, и никак по-другому, все. И ты такой, ну, и, как бы, то есть, теория и практика показала одно, что не всегда сметчик другой также образовывается, также читают все эти нормативки и следуют, ну, заходам изменений. Поэтому вы можете столкнуться с таким, что вы очень умный там, или эрудированный в сметном деле, а ваш визави, он не понимает, и у него есть вот просто определенный порядок, составляя сметный, вот так. И вот, вот как бы, вот моя такая история, ну, может, она неверная, но теория практически разнательна. Это жизнь, это жизнь, Рома, так что, да, я тоже считаю, что всегда это все-таки человеческий фактор на местах у нас остается ключевым. Да, и последний момент мне еще нравится. Я бы хотела еще дополнить. Можно я это тоже дополнить. давайте, ага. Что, правда, все эти изменения, они были, есть и будут. Я как-то проводила бизнес-завтрак для сметчиков, и всю историю ценообразования там с 1800-го какого-то года смотрели. И вот мне было жалко сметчиков, которые работали там в 1947-м году, когда там тоже была новая база, и когда там переходили от гружевых повозок к автомобильным. Представляете, какие там были эти транспортные схемы? Что-то там до двух километров там был гружевой транспорт, а двух до десяти там сколько-то процентов такого-то, выше только автомобильным. Представляете, какие-то там у них были транспортные схемы и обоснования? У них не было интернета и ничего. То есть у нас всегда будут изменения, и к ним нужно относиться легко. Это какой-то такой да, уровень со звездочкой, который нужно пройти. И всегда это, если это делать с каким-то страхом, напрягом, да тут вообще здоровья никакого не хватит. Для меня каждый вот такой объект как-то что-то так получать, что это как олимпийская медаль. Подтвердить само себе звание чемпиона олимпийского действующего и пойти там на предыдущую медаль. Ну вот только так если относиться. Так и нужно относиться. Я всегда говорил всем своим я когда преподавал, всегда говорил, что вы будете считаться полноценным сметчиком. Не путайте, то есть если вы не пошли к экспертизу, то вы неполноценны. вы тоже полноценны. Вы будете просто супер сметчиком тогда, когда вы получите хотя бы одно положительное заключение. Вы можете быть в топе, но если экспертизу вы прошли, то вы олимпийский чемпион, чемпион мира и так далее. А до этого вы выше лиги, но не до конца. Вы не держите кубок сметный. Ну дорогие мои коллеги Айгули, Татьяна, у нас сегодня была интересная беседа. Надеюсь коллеги наши что-нибудь подчеркнут из нашей беседы. Да, у нас есть небольшие проблемки с интернетом, иногда что-то сбрасывать, но все равно мотайте себе на ус, а кто-нибудь может быть на обровке. Все, что мы сказали, надеюсь, вам понравилось. всем хорошего дня, благодарю за эту интересную беседу, за опытом. Татьяна, благодарим, что вы пришли к нам. Спасибо, было очень интересно и познавательно для меня тоже. и как говорится, не забывайте подписываться на группу сметчиков о неосметах, на все социальные сети, а также обязательно подписывайтесь на инстаграм, запрещенная там, или какая-то террористическая организация, подписывайтесь на него, у Татьяны очень крутой инстаграм, все контакты дадим, Татьяны, подписывайтесь, следите за новыми выпусками и, как сказать, до новых встреч. А можно одно маленькое объявление сделать? Давайте, только быстро, осталось меньше минуты. У меня есть проект «Перезагрузка для сметчиков», когда я приглашаю очно встречаться и в январе планирую еще одну перезагрузку, это было очень яркое событие, следите, будет анонс, предположительно это будет круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астурия Гранда». Круто, мы обязательно сбросим ссылку об этом деле и, скажем так, будем освещать этот процесс. Хорошо, Татьяна? Хорошо. Спасибо. Пока. Девчат, пока-пока. Всего хорошего.